Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Наталья Викторовна, пришла ли пора высаживать рассаду томатов в теплице? Хочу сказать, что в мае мы высаживаем рассаду посленовых томатов, перцев, баклажанов в теплицу, высаживаем рассаду огурцов в теплицу и рассаду огурцов в открытый грунт. Кроме того, в мае мы все сеем, практически все овощные культуры. Так что, как видите, май у нас очень и очень напряженный. Конечно, рассаду мы высаживаем в основном в теплице. И очень хорошо, когда на участке есть теплица, согласитесь. И, конечно, это какой-то микроклимат в теплице создается, защита растений и от дождей, и от ветров, которых у нас в этом году предостаточно. И вы можете закрывать теплицу, открывать, то есть регулировать погодные условия в теплице. Но, может, не так, как бы нам хотелось, потому что они у нас, как правило, неотапливаемы. И многие дачники думают, у меня есть теплица, я могу посадить как можно раньше рассаду. И в этом большая ошибка. Конечно, каждому хочется получить урожай как можно раньше, но высаживать в теплицу тоже нельзя торопиться. Потому что растения должны чувствовать себя в теплице тоже комфортно. И когда вы высаживаете очень рано, и грунт холодный, и на улице еще холодно, растения затормаживают свое развитие, затормаживают рост, и потом очень долго восстанавливаются. Лучше сажать вовремя. А что значит вовремя? Вам никто не даст никаких точных дат посадки. Нужно ориентироваться на погодные условия, на климат. Слушаем, смотрим телевизор, слушаем радио, смотрим, какая температура воздуха, и какая температура почвы в теплице. Обязательно. Вот на эти два показателя мы ориентируемся. Температура воздуха должна быть не меньше 18-20 градусов тепла, а температура почвы должна быть где-то градусов 13. Вот зашли в теплицу, копнули ямку, положите туда градусник или рукой попробуйте, чтобы больше 10 было градусов, больше. И очень важны ночные температуры. Если ночи еще холодные, меньше 10 градусов, тоже не советуют никто, ни один агроном не даст вам совет высаживать рассаду. Потому что вот эти перепады дневных, ночных тоже плохо сказываются на рассаде, даже если она высажена в теплицу. Сегодня прочитала такую интересную фразу про нашу погоду. Погода обалденная. День в майке, день в уфайке. Так что, как видите, погода у нас в этом году не такая нестабильная. Один день жарко, другой день холода. Дождитесь хорошей, стабильной погоды. Поэтому, по всем ориентирам, после 20 мая мы начинаем высаживать рассаду томатов в теплицу. То есть, надеемся, что больше похолодания не будет, но следим за температурой. И если прохладно, можем и укрыть потом эти растения лутрасилом. Можем взять бутылки с водой горячей, разложить. То есть, будем дальше уже ее выхаживать. Наталья Викторовна, необходимо ли готовить к пересадке рассаду? Может быть, дополнительно ее закаливать? Может быть, проводить с ней еще какие-то процедуры? Разговаривать с ней и приучать ее к тому, что она скоро поет на дачу и будет расти уже практически в открытом грунте и в теплице. Это уже не комнатные условия. Я всегда говорила дачникам, которые выращивают рассаду самостоятельно, обязательно закаливайте. Где-то недельки за две до высадки рассады в теплицу или в открытый грунт ее нужно закаливать. То есть, приучать ее к открытому грунту. Потому что пересадка рассады, высадка – это большой стресс для растений. Нам кажется, ну, подумаешь, растения высадили, они ничего не скажут вам, холодно ли им, жарко. Но это живые существа. Они просто будут реагировать молча, будут или увядать, или останавливать свое развитие. Поэтому закаливаем, чтобы рассады, растения, они привыкали к открытому грунту. Ну, говорила о том, что нужно на балкон выносить. Сначала она небольшое время, где-то на полчасика занесли. Потом оставляем на час, на два на закрытом балконе. А когда вывезли рассаду уже на дачу, можно тоже, пока готовите грядку, пока поливаете, пусть рассада стоит на улице. Может быть, не на солнышке, где-то ее притянить, потому что она непривычна еще к солнечным лучам. Но должна привыкать. Так что постепенно свои растения приучайте, чтобы для них не было большим стрессом. Будет стресс, приживутся. Но чтобы уйти от таких резких перепадов дневной и ночной температур, комнатных и тепличных условий. Наталья Викторовна, как правильно высаживать рассаду томатов? Какие советы вы можете дать в этом отношении? Вы знаете, сажать нужно правильно, не спеша. И обращаться с рассадой очень нежно и аккуратно. У нас же как часто получается, привезли мы рассаду, торопимся, нам нужно на даче многое успеть. И в тот же день приехали и сажаем рассаду. Ее нужно высаживать желательно после обеда. Запомните это. Ближе даже к вечеру. Чтобы растения ушли в ночь, не на жарком солнышке, чтобы уже солнце не ярко светило, чтобы они ночью немножечко уже начинали приживаться. Поэтому сажаем после где-то 17-0-0. Это должно быть такой точкой отсчета. Вы подготовили грядки. Обязательно пролили их. Мы сажаем, как правило, на грядках в теплице. И в поликарбонатных или пленочных теплицах у нас одна дорожка посередине, а с двух сторон две гряды. Сделали на них лунки, глубиной где-то 15 сантиметров. Хорошенько их пролили. Можно туда насыпать щепотку золы. Можно пролить раствором марганцовки. Это будет хорошая дезинфекция грунта и в дальнейшем подкормка для растений. Рассаду обязательно перед поливом где-то за сутки проливаем, чтобы она была не сухая, чтобы растения не увядшие были. И чтобы удобно вам было ее вынимать из горшка. Если она растет у вас в пластиковых горшочках, вы ее аккуратно вынимаете. Она влажная. Ком земли не рассыпается. И это растение ставим, сажаем посередине лунки. Присыпаем землей, немножечко придавливаем. И на одно растение где-то еще литр воды выливаем. Хорошенько проливаем. Но вода должна быть не холодной, из крана или со шлангой. Эта вода не годится. Вот собираетесь сегодня сажать растение, наберите воды побольше, в лейки, в ведра. Пусть она прогреется у вас на солнышке, чтобы она была не холодная. Потому что нежным корням это очень и очень будет так опасно, холодная вода. И когда вы посадили рассаду помидор в теплице, дня два-три ничего больше не делайте. Не предпринимайте никаких телодвижений в отношении томатов. Пусть они себе спокойно приживаются. Некоторые начинают на следующий день поливать их, поливают, заливают. Вы понимаете, корневая система еще не работает. Корневые волоски только-только начинают проникать в почву и берут оттуда питательные вещества. А вы заливаете растение, и корни, которые не работают, они могут от избытка влаги просто загнивать. Поэтому 2-3 дня растениям даем время на приживание. Затем начинаем полив по мере подсыхания грунта. Поливаем уже через 3-4 дня. Подсыхает грунт, подсыхают грядки, начинаем поливы. Кормить можно растения томатов в теплице где-то недели через 2. Когда корни заработают полную силу, растения приживутся и могут эти корни брать уже питательные вещества из грунта. Не спешите подвязывать растение, дайте ему корениться. Где-то через 2-3 недельки уже вешайте шпагат и подвязывайте растение томата. Вот такие пожелания при посадке томатной рассады. Наталья Викторовна, вы уже сказали о том, что огуречная рассада тоже готова к высадке в грунт. Мы, как правило, сажаем практически одновременно и рассаду томатов, и рассаду огурцов в теплице. А чаще всего мы и сажаем, у нас одна теплица, у большинства людей одна теплица, и мы сажаем, вернее, наши дачники сажают и томаты, и огурцы в один день в теплице. Хотя это не совсем правильно, все-таки деваться некуда. А посленовые и тыквины это совершенно разные культуры, которые совершенно разные предъявляют требования к уходу, к поливу, к микроклимату. Да, деваться некуда. Часто сажают вместе и томаты, и огурцы, но мы советовали делать хотя бы такую перегородку пленочную, потому, чтобы в огуречной стороне были свои условия, а на томатной половинке были свои условия. Ну, как правило, дачники наши уже приспособились и знают, как поливать огурцы, когда проветривать. И когда вы сажаете огурцы, рассаду огурцов, она, конечно, не такая, долго растущая. Огуречным растениям для того, чтобы вырасти до фазы посадки, нужно где-то 25-30 дней, не больше. И я думаю, что или вы сами вырастили рассаду огурцов, или купили. Рассада не должна быть переросшей. 3-4 листа на растение огуречным должно быть. Пара усиков, зеленые хорошие листья и толстый стебель. Вот это рассада огуречная, которая готова для посадки в теплицу. То же самое. Сажаем ее на гряды, делаем лунки, хорошо проливаем. И если у вас горшочки турфоперегнойные, то с этими горшочками прямо и сажаем в лунку. Очень хорошо. Они в дальнейшем в земле растворяются и дополнительное питание идет к корням. Если же у вас рассада или в бумажных стаканчиках, или в пластмассовых горшках, тоже аккуратно ее вынимаем. Она должна быть у вас пролита, нормально. Посадили. И огурцы сажаем по схеме. Где-то вот на грядке расстояние между растениями должно быть где-то 40-50 сантиметров, не меньше. Не загущайте сильно свои грядки растениями. Мы же привозим, как правило, у нас рассады больше, чем может поместить наша теплица. И нам хочется посадить все погуще. Но как же выбросить рассаду? Оставьте лишнюю рассаду, оставьте на подсадку, пусть у нас будет. Или посадите потом в открытый грунт. Не частите. Огурец не выносит большой густоты. Потому что у него активно идет в дальнейшем плеть образование. Плети дают боковые побеги, а на них основной урожай. И начинают расти огуречные растения. А если расстояние между растениями 20 сантиметров, ну куда ему расти? И корням трудно развиваться. И плеть приостанавливается в своем развитии. И вместо вот этого урожая, на который вы рассчитывали, что посадили много растений огуречных, значит будет хороший урожай. Будет эффект совершенно обратный. Поэтому сажайте по схеме, не загущайте. И огуречные растения, они очень нежные. Они очень чувствительные к жаре вот после, сразу после посадки. Притяните их, возьмите старые газеты или прикройте посаженную рассадку лутросилом. И тоже сажаем после обеда, ближе к вечеру. И 2-3 дня тоже ничего с ними не делаем, не поливаем, даем растениям прижиться, заработать корневой системе. Наталья Викторовна, когда мы высаживаем грунт огурцы? Рассаду огурцов в открытый грунт, на грядке, мы начинаем высаживать где-то с 25 мая, не раньше, а то и в начале июня. Ведь многие знают, что у нас есть возвратные июньские заморозки. И очень обидно, когда высадили рассаду и уехали с дачи, ночные температуры понизились, не дай бог заморозки, все, рассада, огуречная пропала. Огурец теплолюбивое растение, оно очень сильно реагирует на пониженные температуры. Лучше не торопитесь. После 25 мая, а может быть даже в начале июня, сажаем рассаду огурцов. Если нет рассады, можно сеять семенами огурцы в грунт. Они прекрасно вырастают и из рассады, и из семян. Но если мы собираемся сажать огурцы в открытый грунт, обязательно должна быть подготовлена грядка. Огурцы любят высокие грядки с хорошей почвой, рыхлой, чтобы она хорошо обогащалась кислородом. То есть не глина. Если у вас глинистая почва, вносите туда песок, торф, перегной. Огурцы любят перегной, любят навоз. Поэтому не жалейте. Под перекопку добавляйте или перегной, или компост. Добавляйте амофоску туда, под перекопку, чтобы грядка была такая высокая, чтобы корням было тепло на этой грядке. И также мы сажаем в шахматном порядке. Расстояние выдержим 40-50 сантиметров между растениями. Посадили рассаду. Если сомневаетесь в погодных условиях, поставьте дуги. Хотя бы редко поставьте дуги, но бросьте на них лутросил, пока не минует угроза заморозков. А лучше всего, конечно, высадить рассаду огурцов на теплую грядку. Но она так и называет, она оправдывает свое название, она действительно теплая. Но здесь нужно, конечно, потрудиться. Потому что сделать теплую грядку может быть не каждому под силу. И это трудоемкий процесс. Грядка огуречная шириной 90 сантиметров. Вы выкапываете посредине этой грядки такую канаву глубиной 50 сантиметров и шириной 50. Это трудоемко. Это только, наверное, мужчины могут с этим справиться. И вот по всей длине грядки вы выкопали такую траншею небольшую. На дно траншеи можно положить мелкие веточки, листочки, компост слоем где-то 30 сантиметров. В дальнейшем этот навоз, компост, перегдой, он будет греть корнем растений. Положили слоем 30 сантиметров сверху, вот этой питательной почвы засыпьте. Хорошенько пролейте грядку и накройте на день, на два темной пленкой, чтобы вот этот процесс прогревания грядки прошел. Потом снимаете пленку и на вот эту траншею, которая у вас теплая, туда сажаете в шахматном порядке рассаду огурцов. И будет корням очень тепло, им будет комфортно и будет много питательных веществ от этого перегноя, который вот именно конкретно вот в этой траншеи находится. Вот так можно сажать огурцы в открытый грунт. Можно семенами посеять, нет рассады своей, не купили рассаду, берите семена гибридов, сортов огурца, сейте на грядку, бейте лунки, тоже в шахматном порядке, в луночку сеем 2-3 семечка, не по одному. Они лучше всходят, когда их там 2-3 семечка находятся. А затем вы можете просто посмотреть, какое растение выросло лучше, больше, остальные удалить. И лучше сеять, как бы для подстраховки. Взяли часть семян огуречных, намочили, прорастили, а остальные сухими посеяли. Потому что мы не знаем, какая будет дальше погода. И те семена, которые у вас уже проросшие, они естественно дадут сходы быстрее. И там будут растения уже расти. А те лунки, где семена сухие, там сходы появятся попозже. Но кто бы знает, какая будет погода. Может те растения, которые раньше взошли, они попадут в период заморозков, и растения просто могут погибнуть. А так у вас подстраховка идет. Если ничего не случится, все будет хорошо. Растения, выросшие из проросших семян, дадут раньше урожай. Те, которые будут расти из сухих семян, они будут позже давать урожай. То есть будет у вас последовательный сбор урожая. Так что вот такие советы по посадке рассады томатов и огурцов в теплицу и по посеву огурцов в открытый грунт. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего вам хорошего. Желаем удачи на вашей даче. Всего вам доброго.